Привет! Приятно познакомиться. Забудьте про светские беседы. Просто скажите, где любите сидеть в самолёте, чего боитесь больше всего, и обращаете ли внимание на грамматические ошибки. Тогда я узнаю о вас всё. Это вы сидите у окна, внимательно смотрите на облака и фотографируете их. Возможно, вы немного эгоистичны. Вам важно личное пространство, и вы легко раздражаетесь. Или, может, вы сидите в проходе и болтаете с кем-то вместо того, чтобы спать. Вам несложно встать, если соседу нужно в туалет. Скорее всего, в жизни вы больше ориентируетесь на других. А если предпочитаете сидеть посередине, то, похоже, вы уникальный человек. Итак, вы сидите на своём любимом месте. Что вы слушаете? Любители поп-музыки, рэпа и хип-хопа обычно трудолюбивые экстраверты, вполне довольные собой. Рок и инди предпочитают креативные интроверты. Фанаты классики тоже скорее интроверты, но уверенные в себе. А любовь к джазу, блюзу и соулу отличает экстравертов, интеллигентов и эгоистов. Ха, конечно. Давайте немного вернёмся к тому моменту, когда вы шли к своему месту. Эксперты по языку тела считают, что тот, кто ценит логику, быстро шагает вперёд, держась прямо. Те, кто любит быть в центре внимания, идут с высоко поднятой головой, отведя плечи назад, а грудь вперёд. Если же вы смотрите в пол и легко ступаете на цыпочках, это признак скромности. Посмотрим, как вы держите ручную кладь. Если несёте её в руках, значит вы организованы и уверены в себе. Если у вас рюкзак, это признак того, что вы открыты и независимы. Несёте сумку на сгибе локтя? Что ж, вы очень требовательны. А если вы перекидываете ремешок через плечо, значит больше всего цените безопасность и комфорт. О, я вижу, вы набираете последнее сообщение перед посадкой. Если в нём очень много слов «я, мне, мой», возможно, вы немного эгоистичны. Но зато другим остаётся только позавидовать вашей уверенности. Если вы пишите длинное сообщение, значит вы очень энергичны, но нуждаетесь во внимании. Как насчёт вашей обуви? Если вы обычно носите беговые кроссовки или рабочие ботинки, значит вы целеустремлённый человек и всегда смотрите в будущее. Броская обувь показывает, что вы не боитесь привлекать к себе внимание. Обувь на каблуках говорит только о непоколебимой уверенности в себе. А если вы носите одну и ту же старую пару, но тщательно за ней ухаживаете, то должно быть вы очень сознательный человек. Пора на борт. Боитесь летать? Если да, готов поспорить, что вы любите держать всё под контролем. Вам не нравится находиться в тысячах километров над землёй и не иметь возможности сделать хоть что-нибудь, если возникнут проблемы. Если вы боитесь змей, значит вы верный и преданный друг. Подождите-ка, змей в самолёте? Тот, кто содрогается при мысли о публичных выступлениях, скорее всего перфекционист. Он начинает паниковать, когда что-то идёт не по плану. Боязнь темноты демонстрирует творческий потенциал, а боязнь пауков — лидерство. Стойте, кто-то сказал про клоунов. Значит вы умеете читать людей, а маска и грим пугают вас, ведь так не видно лица. Эх, что за странный рейс? Расслабьтесь, на борту нет никаких пауков, змей или клоунов, но смотрите, стюардессы раздают шоколадных зайцев. Если вы начинаете есть с ушей, значит вы практичны и придерживаетесь традиционных ценностей. Если с хвоста, у вас определённо есть собственное мнение. А если вы предпочитаете раскрошить лакомства, то вы амбициозный энтузиаст, чьи мотивы — настоящая загадка для других. Кстати, куда вы летите? Экстраверты чаще выбирают пляжи и курорты, там легко заводить знакомство с новыми людьми. Интроверты любят леса и горы, они чувствуют себя увереннее там, где у них есть время и пространство для уединённых размышлений. Итак, вы прибыли в пункт назначения и направляетесь в отель. Надо сходить в туалет. Как вы отматываете туалетную бумагу? Если предпочитаете, когда конец рулона висит ближе к стене, вы более послушны и готовы выслушивать точку зрения другого. А если дальше, вы привыкли лидировать. Пора переодеться в чистые. Какой у вас любимый цвет одежды? Белый выбирают организованные и самостоятельные люди. Красный показывает, что вам нравится действовать, а не сидеть, сложа руки. Розовый нравится заботливым индивидуалистам, которые ищут внимание. Оранжевый – цвет сильных, популярных и немного инфантильных личностей. Жёлтый любят люди с креативным мышлением. Зелёный – любимый цвет тех, кто ценит честность. Им не нравятся перемены, и они ведут спокойную жизнь. Синий – признак логических, сострадательных и мудрых душ. Фиолетовый показывает, что вы остроумный, готовый помочь и гордый человек. А чёрный раскрывает независимый и серьёзный характер. Пора разбирать вещи. Заглянем в ваш ящик для носков. Если там беспорядок, это ещё не значит, что вы неорганизованы. Как ни странно, те, кто обращает много внимания на детали, часто забывают про порядок в этом ящике. В этом путешествии я буду скучать по своему питомцу. Если вы, как и я, собачник, то, по мнению учёных, мы с вами по большей части добросовестные и энергичные экстраверты. Кошатники, как правило, немного взвинченные интроверты. Им нужно много времени на себя, как и их питомцам. Те, кто предпочитает собак, хорошо справляются с простыми задачами. А вот фанаты кошек любят показать свою креативность. Говорят, если у вас живёт кролик, вы очень большой интроверт. Хм, хоть что-то из этого совпадает. Ох, живот урчит, пора перекусить. Вы листаете меню отеля, и количество грамматических ошибок вас шокирует. Это явный признак интроверта. Экстраверты не обращают на это внимания, тогда как интроверты склонны судить других по их ошибкам. По крайней мере, так говорят эксперты. Скорее всего, вы интроверт, если в итоге не выдерживаете и идёте в другое место. Местный мексиканский ресторан – отличный выбор. Если вы любите буррито, приключения – это ваше второе имя. Вы не боитесь показывать свои эмоции, и вам сложно свыкнуться с рутиной. Начос – любимое блюдо сдержанных людей, которые ценят свою целостность и предпочитают работать в одиночку. Те, кто любят работать в команде, обычно выбирают кисоделью. Они не лидеры, а скорее посредники, создающие дружелюбную атмосферу. А любители тако – трудоголики, но очень преданные своему делу. Как насчёт десерта? Печенье. Те, кто обожает шоколадную стружку, вносят порядок в наш мир. Любители имбирного печенья – предприимчивые лидеры, знающие, как хорошо провести время. Те, кто выбирает печенье и сандвич – творческие люди, всегда находящиеся в центре внимания благодаря своим захватывающим историям. Сахарное печенье раскрывает личности, избегающих старых путей и хорошо справляющихся с многозадачностью. А если вам больше нравятся крекеры, вы любите поностальгировать. Самое время подписать открытку для родных. Посмотрим на ваш почерк. Большие промежутки между словами показывают, что вы цените личное пространство и свободу. Если же вы пишете слова близко друг к другу, значит, вы очень общительны. Если буквы наклонены вправо, возможно, вам нравится знакомиться с новыми людьми. Если же влево – это признак сдержанности. Округлые буквы свидетельствуют о креативности, а вот заострённые – об интеллигентности. И, наконец, если вы разборчиво пишете своё имя, а фамилию не очень, вы – индивидуалист и не придерживаетесь старых традиций. А если понятнее получается фамилия, то наоборот. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот ещё крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдме.